Ну а сейчас у нас осталось очень мало времени, и мне нужно как-то вложить в это время свою проповедь. Поэтому я постараюсь, поэтому попрошу ваше внимание. Каждый из нас в своей жизни встречаем немало сражений. Когда враг приходит не просто где-то далеко, когда о враге мы не просто читаем на страницах интернета, но когда он вторгается в нашу жизнь, на территории наших домов, семей, детей наших, городов, улиц, как нам вести, что должна делать церковь? Знаем ли мы, как сражаться, не просто чтобы сражаться, но сражаться так, чтобы побеждать? Мое желание сегодня найти несложный ответ на этот вопрос. Мое желание поговорить с вами и найти простое решение этого вопроса, чтобы каждый мог воспользоваться этим путем. Чтобы каждый из вас мог не просто иметь сражение, но побеждать сражение, которое попадает или выходит, или встречается на нашем пути. Для этого я хочу взять Марка 7 глава, известную для нас историю, и взять несколько уроков из Слова Божьего для нашей жизни. Итак, Марка 7 глава с 25 стиха. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом серафиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И придя в дом свою, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Тема моей проповеди сегодня – как войти в ожидаемый ответ. Знаете, мы многое, что ожидаем от Бога. Мы молимся об этом, мы просим у Бога, но мы не всегда понимаем, как можно войти в Божий или ожидаемый ответ. Нет, хочу, чтобы мы посмотрели на контекст этого текста Писания. Эта женщина является прообразом наших сражений. Эта женщина не только является прообразом наших сражений, она, мне кажется, является прообразом церкви. Эта церковь, это каждый из нас окружены страданиями, детей, родных, близких, людей, которые встречают на улице нашей жизни. Мне кажется, порой мы выработали в себе чувство или способность как-то мало реагировать, чтобы не вступать в сражение. Эта женщина была свидетелем страданий, причиненных бесами или злыми духами. Знаете, наверное, нет хуже, когда приходит дьявол, приходит в жизнь, приходит в семью, забирает лучшие. И каждый день пред глазами своими она видела в беспомощности своей, как злые духи полностью контролируют жизнью ее дочери. Дочь одержима. Дочь стала захваченной территорией сил тьмы. Братья и сестры, на мгновение подумайте. Бог оставил свою церковь на территориях, которые были однажды захвачены тьмой. Мы слышали сегодня свидетельство нашего брата. Я думаю, что каждый из вас может вспомнить в жизни моменты, когда Бог давал вам победы, когда у дьявола, когда у зла, когда вырывались души. И это должно сегодня влиять или владеть сердцем церкви. Второе, что можно заметить здесь в контексте этого писания, что ученики стали свидетелями личных переживаний человека с Богом. Знаете, мы все здесь сидим красиво. Мы поем красиво. Но никто порой не видит наши будни. Никто не видит, как мы порой пытаемся достучаться в небо. Порой никто не знает, когда мы склоняемся пред трудностями и когда мы ищем лица Господнего. Да, сегодня брат рассказывал, как он лежал где-то под стеночкой. Люди не могли заметить, что происходит в его сердце. Но он сутками кричит, Боже, если ты есть, Боже. Бог не зря нам или с ученикам своими нам даст быть свидетелями этой частной, тайной, личной стремлениями или исследованиями женщины за Иисусом. Они чувствовали, они слышали настойчивые крики, взывающие помощи женщины. И они также стали свидетелем полного молчания Иисуса. Вот она идет, вот она кричит, вот она не подходит даже ближе, ближе, наверное, пожелая не нарушить этикет культуры того времени, но голос ее громко звучит. Господи, помоги мне! Моя дочь жестоко бесснуется. Господи, только ты можешь исправить эту ситуацию. Но Иисус, молчи! Я не знаю, я знаю, что в служении мы часто попадаем в данные ситуации, когда ты слышишь крик нуждающихся и когда ты ощущаешь молчание неба. В чем происходит? В чем причина? Ученики чувствовали себя настолько неловко, потому что они не могли на просьбу этой женщины оставаться в молчании, но при этом они чувствовали себя бессильными, поэтому Матфей описывает, что они приступили к Иисусу, и говорит, Иисус, ты должен обратить внимание на крики этой женщины, она кричит и не успокаивается. Братья и сестры, я думаю, что каждый из вас наверное проходил в это состояние, как будто бы на вашей крики есть молчание, как будто мы вопьем Богу, но все, что мы слышим, это молчание. Скажите, пожалуйста, молчал ли Христос? Молчит ли небо, когда мы молимся? Мне кажется, небо не молчит. Мне кажется, Иисус не находился в молчании, Иисус находился в ожидании. Возможно ли, братья и сестры, что когда мы ожидаем ответную реакцию от Бога на просьбы наши, на молитвы наши, в это время Бог ожидает Свою ответную реакцию в нашем сердце? Когда и шел Христос, как вы думаете, молчало ли его сердце? Его сердце не молчало. Если бы у него было молчащее сердце, он не пошел бы на крест, он не отдал бы себя за нашу жизнь. Но мне кажется, его сердце что-то ожидало. как войти в ожидаемый ответ? Эта языческая женщина сделала то, что не сделали иудеи. Эта языческая женщина сделала то, что не могут сделать многие из нас в своей вере, в своем следовании за Господом. Мне кажется, ответ кроется в простых словах. Ибо услышала о нем женщина. Марк записал эти слова. Ибо услышала о нем женщина. Мне кажется, эти слова выражают нашу самую огромную нужду. В чем мы больше нуждаемся? Мы нуждаемся, чтобы то, что мы слышим, правильно настроило наше сердце. Позвольте еще раз повторить. Мне кажется, самая огромная нужда верующего человека и каждого человека, чтобы то, что мы слышим, оно направило наше сердце, чтобы мы могли войти в Божий ответ. Если мы смотрим на землю, все на земле движется посредством отклика. Пчелка или муха. пчелка или муха, она привлекается все на земле. Если цветочек издает запах, аромат жизни, туда прилетает кто? Пчелка. Если на земле что-то издает неприятный запах разложения, туда обязательно не прилетит пчелка, туда прилетит муха, чтобы положить туда свое, черви, разложение, чтобы добавить туда то, что было. Все на земле работает на основании отклика. Иногда ученые задаются вопросом, почему на этот остров слетаются просто тьмы тем каких-то птиц, почему туда прилетают морские рыбы или другие животные, что происходит? И когда они начинают исследовать, они находят, там есть что там, что привлекает издалека множество пернатых птиц или животных, живущих под водой. Иногда удивляются, как акула может пересечь миллионы миль океан, чтобы достигнуть какого-то места, где собираются акулы, и как она может назад вернуться. И одно, что-то привлекает ее, что-то влечет ее. Иногда, я думаю, что вы наблюдали в своих квартирах, иногда на землю падает какой-то большой комар, и придя через полчаса вы находите, что его почти не стало. Откуда-то, не возьмись, появились муравьи или другие насекомые, которые уже почти растащили его на кусочки. Кажется, откуда они пришли туда? Как они узнали, что он там пал? Все на земле движимо влечением. Духовный мир, он очень подобный. Есть те вещи, которые привлекают на земле бесов, есть те вещи, которые привлекают на земле Господа Бога всемогущего и славного, куда он приходит с явлением своей славы. Аллилуйя Господу слава. Мое желание сегодня поговорить с вами, братья и сестры, чтобы в нашем сердце было то, что привлечет Бога, что привлечет Бога. Вы знаете, сейчас слышу мои слова, в этом зале не менее сотни реакций. Не правда ли? Кто-то сейчас думает за ту пчелку, которая сидит на цветочке, кто-то сейчас думает за тех акул, которые пересекают, кто-то за Бога сейчас думает, кто-то думает, пастырь, тебе осталось девять минут. Кто-то думает, что ты ходишь по сцене, встань нормально. Я слышу, как кто-то уже готов сказать аминь сейчас. Но скажите, пожалуйста, что сейчас к вам привлечет Бога? какая реакция нашего сердца? Заметьте, эта женщина стала удивительным для нас примером. Поэтому я хотел бы взять несколько моментов и просто главные мысли сказать. Первое, что женщину привлекло, что внимание привлекло Господа, она имела глаза видящие. Нельзя приходить к Богу на основании нашей слепоты. наших эмоций, рожденных по разным причинам, на чувствах нашей культуры, на чувствах наших приоритетов, на чувствах наших огорчений, обид и интересов. Нельзя приходить в таком состоянии к Богу. Это сердце Бога не привлекает. Потому что в этой же главе это написал Марк, и это же написал Матфей, что Христос укорял, потому что они были люди слепые, иудеи, спорящие с ними, книжники, фарисеи были люди слепыми. Поэтому первое, нужно иметь глаза, видящие Богом. Второе, нам нужно иметь сердце, полагающееся на доброте Божьей. Другими словами, нельзя приходить к Богу на основании наших заслуг, достоинств. молиться хотя бы один раз, Господи, я уже Тебя так много об этом прошу. Молился кто-то такой молитвы или нет? Честно будем. Можете представить, если бы эта женщина пришла к Нему с такой молитвой. Господи, Ты что, вообще что ли, Боже, разве ты не слышишь? Неужели нужно тебе чуть ли не ходить за барки, потрясить и сказать, слушай, Господи, меня нужна большая. Нельзя приходить к Богу на основании наших заслуг. Независимо, что мы делаем, независимо, что мы делаем для Господа, независимо, насколько мы послушны для Господа, эта женщина не пришла на основании своих заслуг. Ее глаза полностью уповали на заслугу и доброту Господа Бога Вседержителя. Она стала примером, она вошла через двери, которые называются милость Божья, но не заслуги человеческие. Это стало прообразом новозаветной церкви. Церковь вошла не через заслуги, но через милость Божья. Можно, брат, я тебе приведу еще раз пример. Скажите, пожалуйста, что заслужил этот молодой человек, что Бог его исцелил, спас его всю семью, восстановил его здоровье, сделал его служителем Бога Всевышнего, приходит, приносит ему откровения в его жизнь. Что? Ничего. Это сделало милость Господа Бога. Можете представить, если бы мы приходили в наших молитвах, сражениях пред Богом, полностью уповая, видя сердце милующего Бога. Аллилуйя Господу. Слава. Аллилуйя. Третье, что было в этой женщине, Христос, наверное, заговорил с ней подобно то, что мы ощущаем часто от Бога, когда они получаем от Него ответ. Христос соблюдился и говорит, слышишь, женщина, нехорошо собрать хлеб у детей, нехорошо. Нехорошо. Ну, если бы он остановился, как-то было бы мягко так, ну, нормально. Но он сказал, нехорошо его бросить псам. Можете представить, что было в сердце Бога, что привлекло сердце небесного Отца, на что пришло действие Божьей славы. она видела, что Бог силен, что Бог настолько добр, что Он лучше, если люди земли, если господа земли позволяют псам кушать у ног своих, у ног детей. Мой Бог, сотворивший всю вселенную, Он лучше, чем эти господа. Она решила не спускать свои глаза с Бога, потому что если бы она на мгновение посмотрела бы на земля, если бы она посмотрела на себя, она бы точно могла бы обидеться. Нельзя приходить пред Богом при сопровождении наших чувств ревности, что кто-то находится за Божьим столом, когда мы молимся, вы не молились, Господи, Господи, вот почему этого человека Ты благословляешь везде, а меня, Господи, не везде. Нельзя приходить в этом состоянии духа. Бог силен привести тебя за свой стол. Бог силен накормить тебя даже под столом, потому что Он Бог щедрый, Бог сильный и всемогущий, и это должно двигать нашим сердцем во имя Иисуса. Почему именно это важно? Потому что именно это состояние привлекает Бога полностью и полностью не оставляет места для дьявола. мы очень часто вот этими нашими своими амбициями, вот этими нашими своими какими-то самоправедностью, своими огорчениями и в общем-то обидами мы привлекаем не только Бога, мы привлекаем к себе не только Бога, но привлекаем к себе врага и поэтому начинается сражение. Почему иногда Дух Божий говорит к людям, которые находятся в нужде и часто мы слышим такие слова сражение, сражение. А чего должно быть сражение? Неужели Бог такой слабый, что Он не может вот так расправиться со всеми силами злы, злобы поднебесной и это сражение закончится? Почему сражение? А потому что мы нашими состояниями, мы нашими обидами, мы привлекаем в свою жизнь не только Бога, но мы привлекаем сражение от демонических дьявольских сил. Вот почему всякий раз, когда мы смотрим на себя, вот почему, когда мы смотрим на нашу доброту, вот почему, когда мы смотрим на наши ощущения, как мы чувствуем, как мы оцениваем других, мы в это время в молитвах и сражениях проигрываем потому что на этот аромат, на это зловонье нашей души или нашего плотского человека приходит тот, кто противится Богу в нашей жизни. давайте мы возьмем сегодня к примеру женщины, которая была язычницей, которая в себе носила смесь двух культур, потому что женщина это слово, которое даже сложно прочитать сиро-финикиянка, это сложное слово, потому что здесь две культуры, здесь два народа, здесь два понимания, то есть она была в винегрете, то есть у нее не было своих каких-то утверждений, убеждений, она действительно могла проиграть все сражения, все битвы, но Бог помог ей войти в ее победу через то, через то, что она услышала. Я бы очень хотел бы, чтобы мы сейчас помолились, Господи, помоги моему сердцу слышать тебя так, чтобы мое сердце двигалось в правильном направлении, чтобы у меня была правильная реакция, чтобы в моем сердце пробудились все же ощущения, которые пощутили, пробудились в этой женщине. Христос ответил на ее слова. Женщина, женщина, то, что ты сказала, за это слово, за то, что нашлось в тебе, пойди без высшего из твоей дочери дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Аллилуйя! Можете представить, братья и сестры, сегодня мы в присутствии Господа, а дома, а на территории наших улиц, где мы живем, городов, где мы находимся, есть те, которые по-прежнему являются территорией демонического мира, находясь пленниками коварного тирана. Но то, что ты слышишь сегодня в Доме Божьем, то, что мы слышим в присутствии Господа Спасителя, если в нас родится правильная реакция, если Бог заметит правильный открик, то сегодня возвратившись, ты можешь найти ситуацию совсем другой. Битву выигранной, сражение, закончившейся победой. Почему? Потому что Дух Божий желает привести нас, желает, чтобы реакция нашего сердца привела нас славную победу. Давайте поднимемся. Я прошу, чтобы мы сейчас все на мгновение просто закрыли глаза. У нас с вами есть очень большая опасность. Да, мы знаем об Иисусе, да, мы радуемся Нем в наших песнях, да, мы хотим в небо, да, мы стремимся жить правильной жизнью, но у нас есть опасность, чтобы не превратиться в людей, которые находятся в присутствии Божьем, но их сердце не видит путь славы, но их ноги стези их него сердца не направлены к Нему, но стези сердца не направлены в ответы, в победы, в сражениях, в которые желает вести нас Господь. Я хотел бы, чтобы над нами в этой церкви исполнялось то слово, которое написано о ней, ибо услышала о нем женщина. Дальше написано, у которой дочь одержима была нечистыми духами. К сожалению, братья и сестры, что очень большие трудности делают наше сердце внимательными. К Богу больше, чем на самом деле. К сожалению, покуда у нас не случится горе, к сожалению, когда часто, покуда враг не начинает атаковать нашу жизнь, наше сердце не может войти в правильный контакт с его духом. А Бог желает, чтобы услышавшие от него сегодня, услышавшие о нем, наши пути переменились, а воочию. У нас поднялась вера, которая бы на улицах и перекрестках, в домах и на территориях мы пошли, чтобы выиграть сражение. Он направл наше сердце дух Божий. Давайте об этом мы скажем сейчас Господу. Господь, я молю Тебя сегодня вместе с церковью Твоей. Я прошу Тебя сегодня, Господь, вместе с церковью Твоей, Господь.